Еще в 2013 году путинская Россия впервые приняла федеральный закон о запрете гей-пропаганды. Он предполагает запрет на распространение любой информации, которая, по мнению властей России, пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения или смену пола среди людей всех возрастов. Штрафы за пропаганду, чем бы она ни была, могут составлять несколько сотен тысяч рублей. В 2022 году на фальсифицированном голосовании за поправки в Конституцию России Кремль демонстративно решил защитить традиционные ценности, заявив, что семья – это исключительно брак из мужчины и женщины. В 2022 году Путин, видимо, на основании собственных комплексов, запретил пропаганду вообще всего ЛГБТК+. Также теперь в России невозможно сменить пол только в случае хирургической необходимости. Российские чиновники публично пытаются следовать подобные политики хозяина, нарочито, но лукаво подчеркивая, что все представители ЛГБТК+, в мире – это больные люди, которым нет места на земле. Но насколько искренне такие заявления? Как рассказывают эксперты и бывшие гости кремлевских кулуаров, А в государственных администрациях России большое количество скрытых геев, которые, подобные античеловеческим законам, усердно маскируются за образом гомофоба. Всем привет! Вы смотрите 12 минут, и с вами София Кожевник. В этом выпуске мы поговорим про так называемое гей-лобби Кремля, не способное публично признать свою ориентацию, за что издевается над ЛГБТК-плюс движением. Небольшой дисклеймер. Команда нашего канала осуждает гомофобию, как и любое другое проявление ненависти. А в этом выпуске мы высмеиваем ничтожность российских чиновников и пропагандистской машины. Сейчас ведь чего только нет. Шесть или пять половно придумывали. Трансформеры какие-то. Я даже не понимаю, что это такое. Дай бог здоровья всем. Объявлял войну автоботом и ЛГБТК-плюс Путин в Осаке. Несколько лет тому и жаловался на гендеры. Российский президент часто любит приводить ЛГБТК-плюс движения в мире, и в частности в США, как пример садамии и разврата. При этом для этого человека российское телевидение является приемлемым явлением. Вокруг радикальных взглядов Путина сформировались так называемые духовные скрепы Российской Федерации. В том числе и семейная скрепа в традиционном ее понимании – мама, папа, дети и домашнее насилие после выпитой бутылки водки. Одна из задач – высокооплачиваемых труверов на федеральных каналах. Яростно доказывать, что скрепы Путина, как и сам Путин – это основа государства, позволяющая России жить и отличаться от эпохи Ельцина. И это при том, что многие из подобных ведущих имеют либеральное отношение к ЛГБТК-плюс движению после эфирной жизни. Более того, сам президент России заявлял, что предпочитает с геями дружить, а не ругаться. Если они добиваются выдающихся заслуг, таких как, например, Элтон Джон добивается, это выдающийся человек, выдающийся музыкант. И миллионы людей у нас любят его искренне, несмотря на его ориентацию. Мне не важно, какой сексуальной ориентации человек. И я сам знаю и поддерживаю отношения с некоторыми такими людьми. У нас абсолютно, я бы сказал, товарищеские отношения, говорил российский диктатор. А в интервью Путин отсылался к своей рассудительности, сравнивая Россию с африканскими и исламскими странами, где за гомосексуализм предусмотрена уголовная ответственность или смертная казнь. Но кто именно те самые товарищи геи Владимира Путина? Российская пропаганда регулярно демонизирует образ ЛГБТК-плюс движения и разжигает ненависть на почве ориентации. Учитывая, что все ТВ подконтрольно кремлевскому ОПГ, сложно представить Путина в компании геев, мило общающихся с президентом, зная его влияние на осквернение их выбора. Насколько вероятно, что те самые геи являются неотъемлемой частью гомофобии? Пожалуй, бывший редактор телеканала Russia Today Антон Красовский является витриной сюрреализма, происходящей в российской пропаганде. 25 января 2013 года после эфира программы Angry Geass на телеканале Контр-ТВ, в котором обсуждался закон о запрете пропаганды гомосексуализма, среди несовершеннолетних, Антон Красовский сделал публичное заявление о своей гомосексуальной ориентации. В эфире он сказал, «Я гей, и при этом я такой же человек, как вы, мои дорогие зрители, как президент Путин, как премьер Медведев, как депутаты Государственной Думы». Запись эфира не была выложена на сайт канала, ни на его YouTube. Этой же ночью с сайта канала были удалены корпоративные аккаунты и программы журналиста. Если в Америке это движение направлено на поддержку меньшинства, то в России все происходит ровным счетом наоборот. Конечно, жить станет менее комфортно и гораздо опаснее, потому что государство разрешило эту охоту на ведьм. Государство не только разрешило, но и объявило. Оно ее поддерживает и является главным спонсором и инициатором. Очевидно, будет желание уехать из России. Комментировал свой камин-аут потом Красовский в эфире «Голос Америки» и говорил, что геи – это самый незащищенный слой населения в России. Уже совсем скоро Красовский станет частью государства, которое так критиковал и будет признаваться в любви к Путину, который официально запретил наличие в России таких людей, как он. В октябре 2020 года Красовский был назначен директором вещания на русском языке телеканала РТ. На телеплощадке Симоньян, недавний оппозиционер, декларирует шовинистические вещи, граничащие с нацизмом. Как апогей – речь Красовского после полномасштабного вторжения, в котором он заявил, что украинских детей нужно топить. Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов – один из самых ярых сторонников запретов и инквизиции геев на территории России. В 2011 году Милонов выступил одним из авторов закона об административной ответственности за пропаганду гомосексуализма и педофилии. По этой статье безрезультатно пытался привлечь к ответственности группу Рамштайн, Мадонну и Леди Гагу. После ряда подобных гомофобных выходок, часть избирателей из округа Милонова организовали петицию за его отставку с Горсовета Санкт-Петербурга. По словам организаторов петиции, поводом к этому прислужила целая серия абсурдных инициатив и бредовых выходок, которые, согласно обращению, закрепляют за Петербургом имидж столицы гомофобии и мракобесия, а также города абсурдных законодательных инициатив. Часто радикальная гомофобия связана с узким мировоззрением человека. В случае Виталия Милонова это ярко выраженная деградация сознания. Еще с началом войны в Украине в 2014 году и оккупации Крыма и частей Донбасса Милонов призвал оккупировать Харьков, Одессу и Донецк. После полномасштабного вторжения Милонов приезжал на фронт для поддержки российских оккупационных сил и даже делал вид, что представляет из себя некого солдата. А в апреле 2022 года в СМИ появилась информация, что Милонов станет ведущим сомнительного шоу под названием «Я не гей», где его соведущим должен был стать блогер Амиран Сардаров, который заявлял, что новое шоу станет социальным экспериментом, направленным на изучение стереотипов и предрассудков. Открытой ненавистью к геям стало настолько много, что в социальных сетях начали подозревать, что такая агрессия Милонова не случайна, из-за чего его начали подозревать в скрытой гомосексуальности. Российский журналист и политолог Максим Ширченко делился информацией, что Милонов – это намеренно созданный образ анти-ЛГБТК+, который не имеет ничего общего с действительностью. Милонов – это фейк. Милонов – бывший гей. Когда он был помощником Старовойтовой, все об этом знали. В Питере все про всех знали. Это человек, который специально поставлен голубой ложей в российском истеблишменте для пародизации данной темы. Серьезные люди говорили бы об опасности легального социализированного и политизированного гомосексуализма по-другому, говорил Шевченко. Дмитрий Медведев – главный публичный ненавистник Запада, демократии и либеральных ценностей, постоянно угрожая всему миру ядерной войной. Все, что связано с США, является для Медведева вражеским, разлагающимся нарративами. Хотя сам Дмитрий Анатольевич часто подозревался в близких связях со своим президентом. 8 августа журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Бывший российский чиновник рассказывал информацию о возможных контактах Медведева и Путина. Российское гей-лобби, по мнению Пономарева, больше всех кричит эти гомофобские лозунги. Они только еще больше это предубеждение разгоняют, стараются его повернуть в свою сторону. Путин из них главный. Это его принцип дзюдо – использовать атаку оппонента в свою пользу, говорил Пономарев. Он также утверждает, что Путин, по крайней мере, бисексуал, а об ориентации Медведева у него точной информации нет. Медведев не знаю. То есть, конечно, многие люди подозревали, что Путин его потихонечку потрагивает в уголке, и это, собственно, и есть фактор лояльности, утверждал Пономарев. Также о гомосексуальных отношениях между Путиным и Медведевым рассказывал бывший старший офицер нелегальной разведки КГБ и внешней разведки РФ Сергей Жирнов. Путин в 90-м году, когда вернулся из Дрездена, он сел под крышу Ленинградского университета в качестве какого-то помощника-ректора по международным связям. А это значит, что он вышел в действующий резерв КГБ и был, строго говоря, ответственным за вербовку преподавателей и студентов. Медведев тогда был молодым доцентом, только-только защитившим кандидатскую диссертацию. Путин его завербовал как агента КГБ, а дальше у них были встречи у опера с агентом на конспиративной квартире. Дальше пауза длинная. Все. Вы можете себе представить, чем они там занимались, на этой конспиративной квартире, говорил Жирнов. Я прочитал очень внимательно книжку автобиографическую Путина «Разговоры от первого лица», в которой явно совершенно из этой книжки следует, что Путин предпочитает мужчин и женщинам, и что Кабаева возникла в 2006 году для прикрытия, для отвлечения внимания публики от истории педофильной с мальчиком Никитой, и только для этого. И существует исключительно для этого уже больше 15 лет. А проследование, что он купил самую дорогую квартиру в России, что он построил ей замок, куда ездили все ее подружки, вы понимаете, о каком проследовании я говорю? Ну и ради бога. Какое здесь противоречие? Здесь никакого противоречия нет, потому что ведь нужна была красивая легенда, и эту легенду поддерживают много лет, и для этого не жалко купить ей квартиру, не жалко ей построить замок. Но опять же, у меня очень простые вещи. Вы знаете, я в этом смысле очень простой человек. Значит, если ты любишь Кабаеву, значит, почему ты в 2013 году на ней не женился? Почему ты нам не сделал фотосессии? Мы же знаем, как журналисты снимают в Российской Федерации. Значит, когда он Шойгу едет в Сибирь, тут все камеры, все журналисты, которые снимают во всех ракурсах, его с голым телом, значит, с голым торсом, он Шойгу, мальчик на коне и Путин, это все снимают. А почему не сделают такую фотосессию с Кабаевой, с ее детьми? Почему, кстати, он ей построил отдельный дом в резиденции, а почему она не живет в его резиденции, в его доме, в его квартире, в его спальне, если это семья? Тут вопросов, на которые ответы абсолютно нет, вернее, я их знаю. Побаева с Кабаевой никакая его не сожительница, никакая его не любовница. Это абсолютно алиби. Вы смотрели 12 минут, подписывайтесь на нас, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. С вами была София Кожемник. До встречи и будьте толерантными! Субтитры подогнал «Симон»!